Традиционно с представления гостя, который через несколько секунд появится в нашей студии. Актер, певец, лауреат премии «Золотая маска». Известнейший российский певец в мире мюзиклов. Исполнитель главных ролей в мюзиклах «Бал вампиров» «Мастера Маргариты» Джеки Лыхайт, Демон Онегина. Конечно, это Иван Ожогин. Мы с ним поговорим о пятилетии мюзикла «Мастера Маргарита» и последнем сезоне «Бал вампиров». Да-да, в Петербурге это последний сезон. И о многом другом, конечно, через пару секунд. Мы продолжаем. Программа «Неспящий» Иван Ожогин у нас в гостях, как я вам обещал. Иван, доброй ночи. Доброй ночи. Всем, всем доброй ночи. Я вас не предупредил, что программа выходит в эфир ночью. Но вы-то, конечно, человек не вполне ночной. Помимо всего, что происходит в вашей творческой жизни, мы об этом точно поговорим. Вы только что в очередной раз пробежали в Петербурге вот этот забег. И я так понимаю, что еще и пели там. Еще и пел, да. Именно, собственно говоря, само мероприятие, которое так и называется «Забег РФ», я пробежал второй раз. И второй раз ту же самую дистанцию. И традиционно без подготовки. Вот так вот. Мне практически не получилось готовиться. То было, как говорится, снег и лед, было невозможно бегать. То, значит, вот когда все уже, все уже можно бегать, тренироваться, то я вдруг свалился, заболел. Какой-то вирус подхватил. И так, болел очень неприятно. Вот там, с ломками мышц. Ну, все как положено. Нормальная петербургская? Абсолютно. Но для меня это было за последний год. Я не болел, по-моему, ни разу. Вот с тех пор, как я начал регулярно заниматься спортом, бегать, закаляться, обливаться водой, купаться в Неве, я не болел. Причем всю эту зиму я не болел ни разу. Сейчас многие хотят узнать, в какой части Невы вы купаетесь, ваше поклонность. Так, собственно говоря. Петропавловская крепость. Давайте продолжим. Так что, действительно, вы пробежали, вот, а сколько вы бежали? Я бежал 10 километров, 10,1. Это классическая четверть марафона дистанции. Бежал, не ставил себе целью побить свой какой-то прошлогодний рекорд, потому что самое удивительное, что я бежал вот в мае и в июле, мы бегали еще белые ночи, те же самые 10 километров. И вы продолжаете при этом, а при этом график Ивана такой, что у него спектакль за спектаклем, и еще куча концертов и спектаклей в других городах. Но, тем не менее, вы бегаете. Тем не менее, да, ты утром встал и побежал. Что удивительно, в прошлом году я две десятки пробежал с идентичным результатом, с разницей в одну секунду. Одну секунду. Стабильность? 50... В прошлом году я бежал 50 с половиной минут. Да. В этом году чуть помедленнее. 53 с половиной. Стабильность, Иван, признак мастерства. Это правда. Скажите, зачем вам это? Это главный вопрос, который мы хотели вам задать. Ну, во-первых, мне это нравится. Нравится ощущение, когда ты бежишь, когда ты бежишь свободно, не напрягаясь. Когда ты понимаешь про себя, что ты можешь преодолеть дистанцию в два раза быстрее, чем человек пройдет. И выносливее ты становишься, и сильнее, и здоровее. И сердечко тренируется, воздух свежий, ножки крепкие, живот не так быстро растет. Сейчас каждый подумал о себе в этой студии. В смысле я. Может быть, тоже начать бегать. А если серьезно, это помогает как-то в актерской работе? Потому что понятно, что мюзикл тяжелейший на самом деле труд. Тяжелейший просто физический же труд. Да, физически и морально очень тяжело. Это дает... Мне, по крайней мере, это дает колоссальный заряд выносливости, энергии. Я знаю, что я могу выдержать и один, и два спектакля в день, и четыре спектакля за два дня. И спокойно при этом себя чувствовать, работая в полную катушку. Вообще, Иван совершенно знаковый артист для российского мюзикла, потому что мюзиклы популярны стали вообще с вашим участием. Вот мне кажется, до вас такого всплеска, до того, как появилась ваша совершенно звездная роль в Бале вампиров, за которую вы, кстати, стали ловлядом Золотой маски, в 2011, наверное, году, да? В 2013. В 2013. Простите. Так вот, до этого все-таки мюзиклы не были так популярны, а тут просто какой-то шквал, взрыв. В Петербурге не были мюзиклы популярны. Скажем так, это первый мюзикл мирового масштаба, поставленный в Петербурге. А как вы, кстати, я никогда вас не спрашивал, как вы там оказались в 2000 далеком году? Интересно то, что я где-то там с 2007 по 2011 год регулярно ездил в Европу для участия в туре по европейским странам, по разным городам с хором донских казаков, который там и базируется, под Веной. И случайно один раз, два раза, три раза, увидев, что в Вене идет такой мюзикл «Танц для вампира», я подумал, вот хорошо было бы сходить, посмотреть, но все как-то никак не доходило, и руки, ноги до этого. Ну, сложно было с графиком совместить. И вдруг одна коллега мне звонит, говорит, у нас в Петербурге будет ставить бал вампиров. Вторая коллега звонит, говорит, тебе нужно обязательно туда приехать и попробоваться. Я думаю, ну, надо сходить посмотреть. Я сходил, посмотрел, это меня очень зацепило, мне понравился этот проект. Европейский вариант. Европейский, в Вене, да, я посмотрел вариант. Мне это очень понравилось. И я поехал на кастинг, собственно говоря, прилетел в Петербург, прямо из Берлина, потому что это был последний гастрольный город в том туре. И прошел кастинг. Ну, понятно, что не с первого тура, но как бы вот первый тур, второй, третий. Ну, понятно, да, там все ступени. И я прошел и получил эту роль, которую я прям вот предчувствовал, что станет какой-то такой знаковой. Серьезно было такое предощущение? Мне было ощущение, потому что, когда я смотрю проект, да, я понимаю, что тема, конечно, инфернальная. В то время я очень много пел в монастыре, в хоре и в приходском хоре. То есть был более выцерковленным человеком, чем ранее, может быть, даже чем сейчас. Но тот масштаб личности героя, моего персонажа, меня поразил настолько, что я понял, что это нельзя упускать. Это такой ключик. А как граф фон Кроллок, да, зовут вашего героя? Так и зовут именно. Граф с большой буквы. Граф. Да. Фон Кроллок. Фон Кроллок. Добавляем мы после. Как он изменился за эти годы? Вы как-то чувствуете к нему другое отношение? Потому что вообще сейчас, насколько мы знаем, сезон этот последний. Вообще, как будто бы «Балл вампиров» в Петербурге заканчивается. Как будто бы, да, «Балл вампиров» и, по моим сведениям, тоже вроде как последний. На самом деле, много факторов влияют на то, что мюзикл вряд ли вернется в Петербург в ближайшее время, точно вне ближайшие годы. Любой персонаж с течением времени, если ты играешь не всего один месяц, а в принципе, любой персонаж будет меняться. Будет, если ты не совсем машина, ты будешь искать новые краски, новые эмоции, новые взаимоотношения, какие-то микроизменения взаимоотношений с партнерами, с тем, что происходит вообще вокруг героя, твоего персонажа. И, естественно, мне уже не 33 года, а... Немножко больше. Чуть-чуть побольше, да, на 7 лет. И мой персонаж, в общем-то, тоже стал в какой-то момент более уверенным в себе, в своих силах, в том, что действительно произойдет так, как он предсказывает, как он решил, как уже было не один десяток лет, не одну сотню даже лет. Эх, Иван, нам бы сейчас взять ваше интервью... У нас его нет, к сожалению, но если бы у нас было ваше интервью, момент, вот в тот момент, когда прошел первый сезон «Балла вампиров», наверняка и вы же ведь так же изменились, как и ваш персонаж. Да, да, мне тоже кажется, что я стал взрослее, наверное, мудрее где-то. Но об этом мы поговорим сразу после рекламы, короткой рекламы на телеканале 78, потом мы с Иваном Ажогиным еще повеседуем. Далее в программе. Гость в студии, актер музыкального театра, исполнитель главной партии в знаменитом мюзикле «Балл вампиров» Иван Ажогин. Первый поэтический фестиваль «Гринфилд поэт реколекшн» на площадке «Севкабельпорт». Премьера на сцене театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, спектакль «Одиссея» 1936, режиссер Константин Богомолов. Концерт пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Музыкальный гость группа «Крэк» о последнем альбоме и концертах на крыше. Продолжаем программу «Неспящий». Иван Ажогин у нас в гостях. Иван, заканчивая тема «Балл вампиров», вы же в этой же роли выступали в этом мюзикле в Европе, в Берлине. Да, в этой роли, в этом мюзикле я выступал в городе Санкт-Петербург, в городе Москва, и в городе Берлин, и в городе Кёльн в Германии. И как там вы пели? Как там с этим спектаклем делалось? Более жестко я пел на немецком языке, и мне пришлось за две недели выучить целиком, практически с нуля, эту партию на немецком языке. Хорошо, что я музыку хотя бы знал к тому времени. Немножко. Да, но немецким языком никогда не занимался, и это был такой, знаете ли, вызов, как модно сейчас говорить, челлендж. Выучи партию укралок на немецком языке за две недели. А как вы, по подстрочнику учили? Ну, у меня был коуч специально, он мне за какое-то время, за месяц, наверное, до моего приезда в Германию, наговорил на диктофон, как это должно быть. Ритмизованно, но вот четко, как должно звучать. И по моему приезду у нас были ежедневные занятия по шесть часов. Мы тренировали произношение, учили текст параллельно. Можно ли будет это еще увидеть, как вы думаете? На немецком языке? На немецком языке. Ну, чем черт не шутит. То есть непонятно, да, в каком составе? Как проект будет продолжаться? Или все, он сейчас закрыт? В Германии, в Европе, я думаю, предполагаю, что он будет продолжаться. То есть в тот момент, когда вы будете гулять по, не знаю, по европейскому городу какому-нибудь и увидите Ивана Ажогина на афише, внизу будет написано что-нибудь на немецком языке, вы не обманулись, это действительно Иван Ажогин? Ну, не обязательно. Я там, в Европе много исполнителей этой роли, этой партии. Не так много, но все равно находят сейчас, по-моему, будет в Оберхаузене этот спектакль идти какое-то время. А в Петербурге сейчас будет Демона Негина? А в Петербурге в ближайшее время это Демона Негина, конечно же. Вот буквально в ближайшие дни. Для тех, кто не видел этой работы, что там происходит? Это тоже демоническая история, судя по названию? Ну, история, да, такое некое инферманальное переосмысление истории Пушкина. Абсолютно все те же герои, персонажи. Татьяна, Ольга, Онегин, Ленский, няня, мама, все те же Трике. Но при этом еще все это, а еще добавлено, старый Онегин, тот, который уже попал в психушку и лежит в клинике на исходе своих дней. И, собственно говоря, заглавный персонаж мюзикла Демон Онегина, который где-то управляет, где-то меняет взаимоотношения, где-то воздействует своей силой на героев, на персонажей, как на Татьяну, так и, собственно говоря, на Онегина. Удивительно, вы пели, как мы только что это обсудили, пели столько духовной музыки, но в мюзиклах у вас такое демоническое амплуа получается. Ну, вот с какого-то времени, да, это началось. Наверное, неспроста. Наверное, в этом есть какая-то... Как-то изменить это видение режиссерское у вас? Ну, у меня помимо инферманальных персонажей были в копилке и более светлые персонажи, наоборот, скажем так, кардинально отличающиеся. Например, Воланд в «Мастере и Маргарите», которая только что была показана в Петербурге. В Петербурге. Десять лет назад я играл в Москве в театре «Сатиры» пророка. А вот оно что. Не были пророки такие в своем отечестве. Ну, то есть вы не думали, на самом деле, об этом, да? Вы так спокойно относитесь? Я спокойно. Ну, мой, ну, назовем это крест, судьба. Ну, может быть, кому многое донос, тому многое спросится. А при этом вы в, ну, как сказать, на творческих вечерах, да, или там на концертных вечерах, вы же ведь поете легко и рок-музыку, да, и какие-то песни, которые как будто бы совсем не вяжутся с... Я бы не сказал, что это прям я легко пою. А не легко? Потому что перескакивать из одного жанра вокального в другой, это достаточно сложная такая история. Потому что, да, у меня действительно много разных программ концертных от классики, от оперных арий и, собственно, наверное, вот до эстрады, до рока современного. А сами вы что слушаете в те моменты, когда есть возможность послушать? Сейчас прозвучит реклама. Радио Эрмитаж у меня, например, в машине звучит. Если это не подготовка к какому-то моему мероприятию, где мне нужно учить, либо повторять, либо учить те произведения, которые я буду исполнять. Если вот это такой период активной подготовки, то у меня в ушах всегда, в машине, в наушниках всегда то, что я буду петь. И я повторяю слова, учу где-то на первом этапе под чье-то исполнение. Вы сами выбираете себе вот этот репертуар, который вы пойдете на концерт? По-разному бывает. Иногда я выбираю, иногда предлагает музыкальный руководитель, иногда как-то это все приходит с другой стороны. А у нас вот есть такая аранжировка. А давайте сделаем такую аранжировку. А вот я услышал по радио песню, что на Эрмитаже часто включают какие-то кавера на классику, на поп-музыку или наоборот, в другом, джазовый стандарт, в роковом исполнении или в классическом исполнении. Это реже, но все-таки все равно такое случается. И приходит какая-то мысль сделать привычное произведение, то, что звучит очень часто, и то, что мы слышим очень часто на радио, на телевидении, сделать совершенно в другом жанре, в другом звучании. И тогда появляются такие аранжировки. И тогда, здесь важно, я бывал на концертах Ивана, в том числе в Большом зале филармонии, и должен вам сказать, что когда он выходит на сцену, такой вздох. Вздох, обожание, плохое слово, вздох, почтение публики, мы слышим, что Иван Ажогин. И, конечно, дорогого стоит ваш подход к музыкальному материалу. Я от многих это слышу, на что вы очень тщательно к этому подходите. Но не могу вас не спросить о проекте «Хищник и братья Карамазовы», который... Про «Братья Карамазовы», наверное, что-то рано еще говорить. Нет, пока мы обсуждаем участие и обсуждаем даты и возможности. Про «Хищников» можем поговорить, потому что этот проект уже состоялся. Вот как раз фотография сзади на экране. Интересная история получилась. Это второй мой спектакль по Чехову. Первый был «Чайка», где я исполнил роль Тригорина. Это был также мюзикл. И вот второй проект по Чехову. «Драма на охоте». Спектакль называется... Назвали мюзикл, но скорее так музыкально-драматическая история. Музыкально-драматический спектакль «Хищники», где я исполняю роль Сергея Зиновьева. Ну или Карамышева. Камышева. Камышев. Камышев, Сергей Камышев. Интересный проект поставил режиссер из Санкт-Петербурга Валерий Владимиров, с которым мы уже работали на «Прозрачных красках». Спектакль тоже музыкально-драматический. Но музыка здесь нетрадиционно использована именно в той эпохе, когда она звучала тогда, когда писался этот... Когда писался пьеса. А, пьеса. Повесть. Не пьеса, повесть. Повесть. Это конец 19-го, начало буквально 20-го века. Ну, в общем, это русские романсы. Сложно в неадаптированном жанре таком существовать, неадаптированном для мюзикла, когда мы говорим слово мюзикл, мы все-таки подразумеваем, как правило, что-то более такое эстрадно-джазовое, чем русский роман с конца века. По-разному может быть. Ну, так как у меня есть и романсовые программы, я часто принимаю участие в передаче «Романтика, романсы на культуре». Я пою много романсов, в моем репертуаре большое количество, поэтому здесь они звучали более мюзиклово, скажем так, чем классический романс, потому что они были в переложении, они звучали, звучат спектакли в переложении Татьяны Солнышкиной, которая специально для этого их переосмыслила. Где-то мы переставили куплеты, где-то мы переставили... Вообще история очень интересная получилась. Два совершенно разных романса, разных композиторов сплетаются в одну полифоническую такую историю, и, получается, выходит дуэт, например, Оленьки и моего персонажа, Сергея Зиновьева. Хорошо, Иван, когда мы увидим еще раз этот спектакль, как вы думаете? Я думаю, что мы увидим этот спектакль 28, 29 и 30 октября в Петербурге. Вот, собственно, и основной ответ, который мы получили сейчас на этот вопрос. Значит, в октябре мы с вами отправляемся на «Хищников» с Иваном Ажогиным. Бал вампиров будет сейчас... Июнь-юль. Июнь-юль. С 11 июня по 21 июля. И это очередной челлендж для вас, выдержать такую серию спектаклей. И для нас возможность... Помимо участия в Бале вампиров, я еще буду принимать, например, в субботу-воскресенье днем играть графа фон Кроллока, а вечером выходить в образе Воланда в «Мастере Маргарите». Ну и, конечно, совершенно не демоническое амплуа у Ивана Ажогина, как он сказал до этого, да, бывало и другое. Спасибо большое, Иван. Удачных забегов, удачных стартов. Иван Ажогин был у нас в гостях. Короткая пауза, после которой продолжим программу «Неспящий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова